Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я завершаю рассказ о сонгбук. В прошлом ролике я не осветил некоторые важные аспекты приемов работы. Напомню вкратце, что такое сонгбук или, попросту говоря, песенник. Сонгбук – это своего рода база данных, в которую мы записываем заголовки песен, имена авторов или исполнителей, а также названия жанров, размерность, например, четыре четверти и темп. В дальнейшем мы легко можем найти нужную нам песню по любому из вышеназванных параметров. Песни, записанные в сонгбук, могут быть основаны на стиле, миди или mp3 файле. В случае с mp3 допустимо сохранение измененной тональности в небольших пределах, как правило плюс-минус три полутона, без явной деградации звука. В случае с миди мы можем сохранить удобную нам тональность и темп. Если же песня в сонгбук связана со стилем, то сохраняется вся совокупность параметров, которые назначены для этой песни. Причем один и тот же стиль может использоваться для разных песен. При этом параметры стиля останутся неизменными, в то время как в каждой песне, основанной на этом стиле, будут сохранены любые параметры, такие, например, как набор инструментов, темп, транспонирование, набор эффектов, выбор интро и так далее. Давайте откроем сонгбук. Для этого нажимаем на кнопку сонгбук. Перед нами меню сонгбук. Вы видите колонки с названиями тип, имя песни, артист, исполнитель или автор, жанр. Мы можем отсортировать сонгбук по любой из колонок. Например, возьмем с вами артиста. Теперь сонгбук отсортирован по артистам. Вот можем полистать. Мы можем листать сонгбук, нажав shift. И если мы будем нажимать на кнопку внизу, то будем вниз странички листать. Если вверх, то вверх. Или же можно просто плавной прокруткой пользоваться. Но можно также зацепить за ползунок и двигать целиком его, если надо быстро промотать. Давайте теперь посмотрим, как можно отсортировать, используя фильтр. Это очень мощный инструмент. Входим в фильтр. Здесь можно отсортировать по имени, по жанру, по артисту, по размерности, по темпу. Допустим, давайте возьмем по размерности. Выберем сейчас все песни, у которых размер 6 четвертей. И если такие есть. Проверим. Ок. Да, видите, вот Amazing Grace, например. То есть всего одна песня с таким размером. Посмотрим. Это стиль. Видите, действительно, 6 четвертей. Выходим в сонгбук. Обратите внимание, что это песня с буквой D, а это без буквой D. Это означает, что вот это Direct. То есть записано на внешнюю память, а это записано на внутреннюю память. Ну, допустим, разгрузим внутреннюю память и нам надо ее удалить. Выбираем вот эту песню. Но здесь нигде удаления нет. Ну, это можно сделать таким образом. Берем Write. И вот теперь у нас появилась DelSong. Удалить песню. Удаляем. Yes. Удалили. Выходим обратно. Или нажав на сонгбук, или нажав на бук сюда. Вот видите, теперь осталась только эта песня. Заходим в фильтр. И видите, у нас 6 четвертей. Мы их можем очистить, нажав на кнопку Click здесь. Либо же, допустим, можем убрать этот фильтр, просто нажав галочку здесь. Видите, если мы убираем отсюда галочку, то фильтр, который мы там поставили, отключается. И опять мы видим все песни, которые входят в сонгбук. Давайте еще отфильтруем по другому параметру. Очищаем этот параметр, нажав на Clear. А вот по автору набираем Cell. Окей. Окей. Вот, пожалуйста, Челентано. Все песни Челентано мы видим. Заходим в фильтр. И очищаем весь фильтр. Итак, повторим. Чтобы использовать фильтр, мы можем ввести в любую из позиций название песни, жанра, автора, размерности, темпа. Ну, давайте возьмем темп, например, 120. От 120 до 125. Жестко сделаем прям. Окей. Проверим. О, видите, даже вот при таком жестком ограничении у нас очень много здесь песен в таком ключе. Проверим. Да, видите, 125. То есть он в пределах от 120 до 125. Можем уменьшить. Вот четко 120, чтобы было. Окей. Смотрим. Да, точно, 120. Теперь давайте посмотрим, есть у нас еще такая позиция, как Info. Здесь он показывает, сколько всего песен, сколько песен отфильтровано, сколько сетлистов и в каждом листе по сколько песен. Теперь, что такое сетлист? Давайте посмотрим. Нажимаем сетлист. Вот видите, вот сетлист. Он в данном случае сортируется по этому имени. Видите, у нас дэнс, рок, джаз и так далее. То есть можем по жанру отсортировать. Теперь, что такое меню тегс? Здесь мы можем присвоить нашей песне жанр или назвать ее автора или исполнителя. Поставить тональность, допустим, ля мажор. Поставить метр, если он не стоит. Ну и написать артиста. Ну, напишем no name, поскольку не знаем этого артиста. Теперь говорим сохранить. Теперь у этой песни появился не только жанр, но и исполнитель. Переходим в songbook. И вот теперь стоит no name. Помимо этих меню, которые мы рассмотрели, есть еще одно меню. Controls, lyrics. Здесь мы можем изменить синхро-старт. Задать его, если он не задан. Нажать on. Синхро-стоп. On-off. Точно так же. То есть это дублирует клавиши, которые мы используем при работе со стилем. Вот эти две. Старт-стоп. Можем их задавать для каждой песни отдельно. Ну и memory. Это будет у нас играть или не будет играть в сопровождение. Также здесь можно назначить текст. Тогда мы будем при нажатии кнопки lyrics видеть текст песни. Давайте снимем все фильтры. Clear all. Окей. Здесь убираем галочку. Ставим по имени сортировку. И вот как раз наши три файла. Style. Dance. MP3 и MIDI. Когда мы нажимаем на MP3, то мы при выходе с Songbook попадаем в проигрыватель. А мы нажимаем на MIDI, то тоже попадаем в проигрыватель. И можем проиграть этот MIDI. И если мы нажимаем на стиль, то мы попадаем в меню стиля. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии и задавайте вопросы. До новых встреч!